Весело здесь пошли делишки. А что это за рыженькая? Чую, у неё с профессором что-то было. Какая наблюдательность. Её имя Амелия Вокт. Они встретились в госпитале в Индии. Ксалье был измучен, опустошён. У него отнялись ноги после битвы с магнитом, а Амелия была медсестрой. Она не дала профессору впасть в уныние. Вскоре они полюбили друг друга. Ксалье вернулся в Америку, Амелия поехала с ним. Но в итоге мечта профессора развела их. Для Амелии быть мутантом – пытка. Она хотела жить с профессором без тревог и забот. Она потребовала у Шарля сделать выбор, она или Иксмены. Когда она ушла, профессор словно потерял частичку себя. Он замкнулся и жил только ради Иксменов. Они стали смыслом его жизни. Ксалье больше не виделся с Амелией и не говорил с ней. До сегодняшнего дня. Амелия. Чего ты хочешь? Я... Столько лет прошло. Больше тебе нечего сказать? Амелия, выслушай меня. Что тебе здесь нужно? У меня теперь новая жизнь. Ты ее хочешь испортить? Я не портил тебе жизнь. Лишь хотел облегчить жизнь всем нам, мутантам. К твоему сведению, Шарль. Ваша борьба за права мутантов только осложнила наше существование на Земле. Амелия, магнит построил астероид М, но причина этого ты. Неужели вот это твой идеал, Амелия? Жить в летучей тюрьме, как муха в банке? Ты прав. Это несправедливо. И нам больше нечего обсуждать.